Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, прошли выборы в Ивангороде, люди изъявили свое желание выбрать именно этих людей, эту команду, которая сейчас пришла. Скажите, как прошли вообще выборы, по вашему мнению, в Ивангороде и что вы ждете от этой команды, кто туда пришел, вы уже знаете, кто пришел, если возможно, выборы? Ну, действительно, у нас состоялось в Ивангороде главное политическое событие, муниципальные выборы, избран новый совет депутатов, я считаю, что выборы прошли на хорошем организационном уровне. Я хочу поблагодарить всех членов комиссии, которые занимались проведением непосредственно 8 сентября выбранной кампании, поблагодарить всех кандидатов, которые участвовали, ну и, конечно же, наши жители, которые действительно очень активны были в этот день. Явка больше 31% показывает о том, что действительно судьба Ивангорода не оставила в стороне неравнодушных жителей, они нашли время, нашли возможность, пришли, поддержали того кандидата, которого они считают действительно достойным на данный период времени. Александр Владимирович, скажите, вот вы уже полгода, как исполняющий обязанности главы администрации, в руках которого находятся и финансы, и возможности, и планы, и все, вот можете как-то сказать? Мы вообще во время выборов очень много слышали от людей, очень много негатива, недоверия, хотя и очень много и позитивных было мыслей, что происходит сейчас в Ивангороде. Можете сказать, что происходило ранее, до прихода вас, и то, что вы видите, почему Ивангород находился в таком состоянии, ну, в нелицеприятном некотором, люди даже так говорят, вот почему ваше мнение? Ну, то, что было до меня, я не могу сказать, я эту информацию получаю от своих коллег, которые здесь работают уже достаточно давно, ну, я думаю, что результат, вот, выйди на улицу, пройдись по городу, и все будет сразу понятно, что происходит в самом городе. Ну, за эти полгода я уверен, что небольших результатов нам удалось добиться без серьезных финансовых вливаний, без вложений, но, тем не менее, сам организовать сам процесс работы, служб городских, работы администрации, и в целом отношение, наверное, к жителям со стороны действующей власти, ну, я надеюсь, что мы немножко хотя бы поменяли, развернули людей. Во всяком случае, по тем приемам граждан, которые у меня есть, есть вопросы, которые, ну, на протяжении, там, года, может быть, даже больше эти вопросы не двигались, нам удалось их сдвинуть, и сегодня уже жители, которые ко мне обращаются, которые обращаются к администрации, ну, даже благодаря для меня это действительно очень важный, очень показательный момент. Я уверен, что после выборов мы будем только наращивать этот темп и менять отношение людей к власти, менять отношение людей и к администрации, к специалистам администрации, менять отношение людей к вновь избранным депутатам, потому что именно им предстоит представлять интересы граждан власти Ивангорода. Ну, я думаю, что основные события у нас пройдут впереди, как только у нас будет утверждена концепция развития Ивангорода, когда мы уже увидим в бюджете строчки на какие-то серьезные проекты, реализацию этих проектов на территории Ивангорода, ну, и жители, я уверен, добавят больше позитива в отношение к власти, отношение к региональной власти, к муниципальной власти, ну, и увидят конкретный результат работы конкретной команды. Что касается депутатов, я думаю, что тот совет, который избрался на сегодняшний день, ну, я могу так сказать, да, некоторые депутаты, которые получили большинство поддержки от населения, ну, действительно, их победа неожиданна для меня, но я могу точно сказать, что все депутаты, которые пришли работать в совет, это люди неравнодушные, это люди, которые действительно болеют за свой город, это люди, которые хотят внести свой вклад, свой личный вклад в развитие Ивангорода, и с такими людьми всегда приятно работать. Я уверен, что мы в дальнейшей работе найдем диалог, выстроим нормальную конструктивную работу, и чтобы жители могли видеть перемены на своих избирательных округах, своих дворах, своих подъездах. Ну, и в целом город преображался от года к году. Поэтому я уверен, что такой диалог будет, я уверен, что мы объединимся единой целью, целью создания комфортных условий проживания для наших вангаруц. Ну, а можете какие-то вот яркие вещи, вы говорите конкретно, но, так сказать, общими словами, можете выделить все вот эти вещи, когда люди на самом деле, которые убеждены в том, что вот пришли новые депутаты, и они будут пять лет, ну, не знаю, чем заниматься, как это было ранее, по словам жителей, что должны увидеть люди положительного, что будет меняться? Конкретные примеры. Вот планы ваши. То есть, конкретные примеры, ну, давайте возьмем вот то, что за эти полгода удалось сделать. Мы хотим и сделали достаточно многое, в том числе и вливание вложений в то предприятие, которое на сегодняшний день обслуживает наш город. Потому что в марте месяце, когда мы пришли, ну, это убитая техника, это, ну, скажем так, негатив в самом коллективе, да, потому что, ну, когда человек приходит на работу, и у него нет условий для работы, то с каким настроением он должен выполнять свое дело, да, то за что он получает заработную плату. Мы встречались с коллективом, мы общались. Я прекрасно понимаю, что если мы это предприятие не сделаем современным, если мы не поможем людям в выполнении их должностных обязанностей, то город у нас действительно будет неухоженным, неопрятным, и вставлять такое, ну, плохое впечатление. Здесь будет неуютно и жителям, и гостям, которые приезжают. Поэтому в этом году действительно достаточно серьезные средства. Этих средств никогда не было в нашем предприятии, службе заказчика. Вот мы влили, у нас сменился руководитель, у нас теперь новый директор, который сегодня выстраивает политику такую, что предприятие должно работать первое эффективно, предприятие должно работать уже в современных условиях. Поэтому мы приобретаем новую технику, мы ремонтируем те боксы, которые у нас на сегодняшний день есть, для того, чтобы она находилась всегда в исправном состоянии. Ну и, конечно, самая большая трудность на сегодняшний день, ну, это определенный кадровый резерв, которого не хватает, да, текучка большая, особенно среди обслуживающего персонала. Ну вот, и мы бы, конечно, хотели, чтобы в наши предприятия, на наших улицах действительно работали люди, которые также и не безразличны к его состоянию. И мне кажется, вот это первое, с чего, что бросается всегда в глаза, и что то, о чем всегда говорят люди. Город должен быть ухоженный, да, может быть, там не будет каких-то суперсовременных, да, там благоустроенных территорий, но, во всяком случае, дороги должны быть подметены, дорожки пешеходные должны быть без ям, да, быть ровными, трава должна быть покошена, мусор должен быть убран. Ну, вот это основные вещи, о которых всегда говорят жители. Поэтому мы сделали акцент именно на это. Все остальное, как, ну, как говорится, да, мы в этом году более-менее привели в порядок пляж. То, о чем говорили жители. Мало того, мы там восстановили волейбольную площадку, провели два хороших, замечательных спортивных праздника по пляжному волейболу, за что, в общем-то, я благодарю своих коллег и всех, кто принимал участие в этих соревнованиях. Мы сейчас активно усилили работу по строительству бассейна. Тот объект, который городу нужен, тот объект, про который говорят все. Вода, плавание нужно всем, от мала до велика. Поэтому мы этот проект обязаны в этом году закончить, реализовать. Мы говорим о том, что наши социальные объекты на сегодняшний день требуют особого внимания. Это дома культуры, это физкультурно-оздоровительный комплекс, это спортивные площадки, это детские городки, да, то, что востребовано ежедневно. Поэтому мы на следующий год начнем проектировать. Уже где-то реконструкцию, где-то капитальный ремонт, но мы все свои социальные объекты должны привести в порядок. Мы сейчас будем ремонтировать часть помещений для школы искусств. Это наши помещения, но им катастрофически не хватает свободных площадей для того, чтобы по нормативам, санитарным нормативам, дети могли спокойно учиться в художественном отделении. Мы эти помещения сейчас отремонтируем и в ближайшие месяцы, наверное, передадим уже школе искусства. Они будут этими помещениями пользоваться. Это условия для наших детей. Нам сейчас передадут помещение под современный молодежный каворкинг-центр. Мы его в следующем году обязательно начнем ремонтировать. Я думаю, что к концу года, с 2020-го, мы уже откроем молодежное пространство для свободного общения, для проведения мероприятий, для того, чтобы наша молодежь имела свой дом, и они могли туда прийти. Мы сейчас над этим очень активно работаем. Ну и, конечно, мегапроект для нашего города – это строительство, третий этап строительства набережной на речные променады. Это международный проект. Придя в марте месяце, мы понимали, что мы можем вообще вылететь из программы, и все сроки, которые были установлены, они уже прошли, и нарвская сторона очень переживала из-за того, что мы можем и их оставить тоже без их части работ по третьему этапу речных променадов, на сегодняшний день проект уже в работе, уже первый этап проектирования закончен, сейчас уже идет создание рабочей документации, и мы планируем до конца года этот этап завершить полностью, получить полный пакет документов и начать процедуру аукциона на строительно-монтажные работы. Следующей весной мы эти работы начнем. Больше 160 миллионов, около 180, и общее финансирование этого проекта для Ивангорода, это действительно будет колоссальным событием. Тот проект, который мы презентовали и для горожан, презентовали и губернатору Ленинградской области, в общем, только положительные отзывы, если мы этот проект, вернее, не если, а когда мы этот проект реализуем, это будет местом притяжения всех горожан и туристов. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. Ну и, конечно же, беспокоит очень жилой фонд, очень много проблем, очень много вопросов от жителей по содержанию жилья, по ремонтным работам, благоустройству территории, детские городки. Конечно, я думаю, что мы в ближайшее время очень серьезно проведем анализ работы нашей управляющей компании, посмотрим финансовое состояние этого предприятия. Поскольку она муниципальная, то администрация несет в том числе ответственность за ее работу. Ну и, я думаю, какие-то вещи мы сможем скорректировать. Есть определенные мысли. Будем, безусловно, информировать наших жителей о том, как будет происходить работа с нашими многоквартирными домами. Вопросов много. Часть из них, я знаю, понимаю, часть вопросов требует более детального анализа, расчета. И то, что сейчас, да, есть негатив, он есть. Мы его признаем, мы готовы с этим работать. Мы примерно понимаем, что нужно сделать для того, чтобы ряд вопросов сразу снять. Ну, нужны, конечно, инвестиции. Я думаю, что мы это в диалоге с жителями, с руководством управляющей компании. Мы эти вопросы будем поднимать, и план работы точно у нас будет. Что касается... Много вопросов у нас по парку Штиглица. Уникальное место вместе с церковью Святой Троицы. Место посещаемое. Очень много горожан с удовольствием там прогуливаются. Там же канал, там же набережное Нарвское водохранилище. Вот. Я думаю, что, ну, это будет долгосрочный проект. Мы к нему обязательно приступим. Я думаю, что осенью мы проведем, может быть, один-два субботника. Уже есть у нас мысли, чтобы вычистить хотя бы вход в парк, да, расчистить часть ближнего города своими силами с участием жителей, с участием, может быть, там, несколько компаний мы привлечем, чтобы выпилить, вычистить, вывести. И уже, скажем так, чтобы он уже был более, больше похож на парк, чем на лес, как сейчас. Вот. Поэтому мы эту работу тоже видим, мы ее понимаем, мы ее будем делать. И я думаю, что что-то мы своими силами сможем уже реализовать в ближайшее время. Ну, а в целом, я думаю, что те проекты, которые мы понимаем, те проекты, которые заявляла Единая Россия, в своей предвыборной программе, она достаточно обширная, она достаточно емкая по финансам. Все, что там заявлено, это абсолютно реально, и мы будем ориентироваться именно на это. Комфорт и благополучие жителей для нас – это приоритет. Скажите, Александр Владимирович, вот такое знаковое место вообще для Ивангорода – это Парусинка. Приезжал губернатор, были какие-то разговоры, предложения. Есть ли какие-то планы вообще по изменению внешнего вида, по изменению ситуации с теми домами, которые стоят там… Заброшенные. Заброшенные, да, можно так сказать. Есть ли вообще перспектива как-то решить эту… Парусинки измениться? Да. Ну, конечно, мы можем сколько угодно строить планы, но мы с вами живем в реальном мире, и поэтому, как только у нас будет полное понимание, в первую очередь финансовое, безусловно, мы эту работу сразу начнем. Поддержка есть, я могу так сказать. И Парусинка у нас на следующий год, пусть не обижаются жители других микрорайонов, Парусинка у нас в приоритете, потому что там действительно самая тяжелая ситуация. Там и тяжелая ситуация с жилищным фондом, там тяжелая ситуация с благоустройством, там дом культуры требует внимания, он на сегодняшний день закрыт. По предписаниям надзорных органов мы его не можем эксплуатировать. Ну, соответственно, только отдельный школа и детский сад, этого недостаточно. С точки зрения организации досуга, с точки зрения организации комфортного проживания, для всех категорий и всех возрастов жителей Парусинки, действительно, там очень мало что есть. Поэтому сказать, что Парусинка у нас в приоритете, ну, я думаю, наверное, так нельзя сказать. Мы будем работать по всему городу. Каждый год в каждом микрорайоне будут происходить изменения. Где-то дорога, где-то коммуникации, где-то освещение, где-то благоустройство, где-то ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт. Поэтому пятилетняя программа расписана. Понятно, что она, возможно, будет корректироваться, что-то добавляться, где-то меняться год, но, тем не менее, основа есть, с которой мы можем работать. Поэтому я могу уверенно сказать, что да, изменения будут, изменения качественны. Ну, а Парусинка, конечно, в том состоянии, в котором есть, есть аварийные, можно сказать, кричащие вопросы, которые нужны вот здесь и сегодня. Мы получили финансирование в ближайшее время, заключим контракт, мы закроем полностью вот это круглое здание, текстильщиков два, закроем строительной сеткой, потому что уже кирпичи падают на проезжую часть, уже оно опасно, опасно ходить. Понимаем, что с наступлением осени, зимы, ну, это может только, состояние может только ухудшиться. Поэтому в ближайшее время мы эти работы проведем, закроем и уже, соответственно, процедура у признания его безхозяйным, мы эту процедуру уже запустили. Как только мы его получим в муниципалитет, дальше уже будем заявляться в программу на остановительные работы. Пока мы его законсервируем, ограничим туда доступ. Ну, по-вашему мнению, сколько времени на это пойдет? Ну, у нас есть пять лет впереди. Вот это, ну, я бы обозначил, пятилетка, действительно, ну, это в целом по городу. Еще раз говорю, каждый год в каждом микрорайоне будут происходить действительно глобальные изменения. А скажите еще, ну, вот, когда заезжаем в Вангород, видим, ну, не в хорошем виде рынок, ну, или вообще ситуацию, то есть он не совсем красит. Нет ли возможности как-то повлиять или на собственника, или, может быть, как-то ему помочь, чтобы все-таки, ну, рынок стоит в таком месте, что все его видят и все как-то, ну... Ну, я могу так сказать, с руководством рынка мы уже этот вопрос поднимали, у них есть даже проект реконструкции, и поэтому наша задача, как власти на сегодняшний день определить правила игры по всем объектам торговли, гостиницам, общепита, общественным зданиям. Вот. Для этого мы сейчас будем вносить правила, вернее, изменения в правила благоустройства, где четко будем прописывать требования по рекламе, чтобы у нас баннеры на заборах не висели, да, чтобы вот у нас был четко порядок, определенные регламенты. Мало того, мы еще и хотим проработать вопрос создания некого брендбука с прорисованными фасадами, видами нашего города, наших основных центральных улиц, в первую очередь, какой у них должен быть вид, какие цветовые решения. Ну, и, соответственно, я думаю, что с предпринимателями, с бизнесом мы эту работу будем выстраивать, потому что, ну, я не встречал еще ни одного предпринимателя, который не хотел бы, чтобы его заведение было красивым, современным, ухоженным. Вот, поэтому я думаю, что и городской рынок тоже не исключение, потому что, ну, достаточно давно там ремонтные работы серьезные проводились, может быть, вообще не проводились, поэтому я не могу сказать. Но проходные, центральные улицы, безусловно, у нас должны быть вообще цыголочки, в том числе фасады. Ну, я все-таки вернусь к первому или к начальным вопросам. Александр Владимирович, скажите, вот вы сейчас много делаете, реально это все видно, невооруженным взглядом, все это видно, что вы стараетесь. Но все-таки хотелось бы получить такой ответ, почему 20 лет, то есть не было возможности таких у тех людей, которые раньше управляли городом, раньше, почему допущена такая ситуация, непонятно, то есть только сейчас появились эти деньги или и возможности, а тогда это не было, или это, ну, другой подход к работе, или вот ваше мнение. Понятно, что вы не хотите отвечать на вопрос по каким-то... Да, ну почему нет? Ну, я могу посмотреть по этому году. Достаточно для Ивангорода, наверное, достаточно большой объем средств выделено по региональным программам Ивангорода на проведение тех или иных ремонтов мероприятий. Я думаю, что такая возможность есть ежегодно при наличии там пакета документов, да, каких-то проектных решений, при наличии желания вообще участвовать в таких программах. Любой населенный пункт может заявляться, получать данные субсидии, реализовывать эти проекты непосредственно в городе. Я... мне действительно жалко того времени, которое можно было вкладывать в Ивангород. Я не хочу сейчас давать никаких оценок, я только могу констатировать факт. Деньги есть в комитетах областных, есть свои программы, они достаточно большие, они достаточно обширные. Ну, мне кажется, что те, кто хотят работать, они работают. И вот я, проработав 9 лет в администрации Кингисеппского района, вот, живя в городе Кингисеппе, ну, могу сказать, что действительно достаточно много делается и поддержка финансовая есть в том числе. А оценка губернатора Ленинградской области, что действительно город запущен, ну, на мой взгляд, она объективна. В этом плане наше с ним мнение полностью сошли. Как это исправить, да, мы сейчас этим будем заниматься. А в целом, конечно, вот, я действительно расстроен, когда более детально... Одно дело, когда ты проезд, да, да, я в администрации очень часто посещал по мероприятиям, и с семьей мы сюда постоянно приезжаем. Вот, когда ты не знаешь, что внутри, да, ты видишь только картинку. Ну, да, вроде как оно так, все красиво. А когда начинаешь окунаться в все, что есть, да, вот в это хозяйство, и ты понимаешь, что, ну, может быть, это было намеренно. Я не знаю. Я не знаю, не могу сказать. Я, скажем так, я сел в это кресло, и, возможно, про меня будут говорить спустя какое-то время то же самое. Я не могу сказать. Вот, но во всяком случае, то, что я вижу, то, что мы можем сделать, мы обязательно будем делать. В этом я нисколько не сомневаюсь. То есть, если кто-то не хочет или не может это делать, значит, таких людей мы будем меньше. Ну, а в целом, если говорить, на мой взгляд, у Иван Горда, очень хорошие перспективы. Это действительно может получиться очень хороший проект. Проект создания настоящего форпоста. красивого, ухоженного, и, самое главное, такого мощного, сумасшедшей энергетики здесь. Потрясающие люди. Вот я могу сказать. Безусловно, в любом городе, в любом обществе, да, есть люди, которые ломают, крушают, мусорят. Ну, как бы это везде так. Но, в целом, я могу сказать, что люди всегда, когда с ними начинаешь общаться, они всегда с пониманием относятся. Самое главное, их не обманывать. Если ты можешь сделать, то ты сделай. Если ты не можешь сделать, ты сразу скажи, я это не могу сделать. Нет, для этого нужно там то-то, 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 то-то. Но обманывать людей нельзя, иначе не будет доверия. Я думаю, что самая большая проблема, которая была, это недоверие к власти, недоверие к тем людям, которые находятся в этом здании. Я не могу сказать про депутатов. Я думаю, что из предыдущего совета у нас осталось трое. Это, наверное, показатель, а то, что запрос есть на обновление. Вот ответ на этот вопрос. Понятно. И еще, Александр Владимирович, вы на этой территории, в городе, в Вангороде являетесь руководителем партии «Единая Россия». Мы очень много от кого-то слышали, и люди даже не понимают, почему. Но негатив. То есть не могут объяснить. Кто-то говорит, реформа, пенсионная, и все это создает какой-то негативный фон. Но вы как руководитель «Единой России» здесь, скажите, насколько партия «Единая Россия» участвует в ваших всех вот этих начинаниях, и есть ли вообще ее участие здесь партии, финансирование, потому что все-таки это партия власти, и насколько она будет участвовать, можно так сказать, в восстановлении Ивангорода и в проектах? Ну, отношение к партии негативное. Ну, я вот даже, где-то кто-то у меня спрашивал, да, а вообще какой рейтинг у «Единой России»? Я говорю, ну, в Вангороде он отрицательный. Отрицательный рейтинг. Партию здесь не любят, не любят, ну, даже не знаю почему. Ну, возможно, да, какие-то реформы. Просто люди, когда начинают что-то обсуждать, то есть они начинают обсуждать плохое. Никто не обсуждает, что программа благоустройства, да, комфортная среда – это проект партии «Единой России». О том, что мы будем создавать комфортные условия во дворах и на общественных территориях – это плохо. Да, вот зачем партия это делает, зачем они благоустраивают? О том, что у нас проект «Дороги России» – это проект партии «Единой России». «Давайте не будем ремонтировать дороги, давайте будем ездить по таким дорогам». О том, что у нас программа «Реновация наших школ» и у нас вторая школа как раз-таки в программе, в реконструкции. И мы, я надеюсь, в следующем году начнем уже этот проект реализовывать и дети получат современное здание, современные условия для учебы. Это проект «Единой России». Давайте скажем, что это тоже плохо, давайте не будем реализовывать проект «Единой России». Проект «Школьный спорт» – это где создаются школьные спортивные клубы на базе наших школ. Где ребята имеют возможность соревноваться по видам спорта с другими районами, с другими школами. А финалисты едут в Москву и выступают на самых современных, суперсовременных спортивных аренах города Москвы, города Санкт-Петербурга, выступая в финалах и борясь с такими же школьниками из Приволжского федерального округа, Дальневосточного федерального округа. Ребята со всей страны приезжают. Это тоже проект «Единой России». Благодаря этому проекту в нашем районе практически все спортзалы отремонтированы в школах, созданные в современные условия. Это тоже проект «Единой России». Поэтому сказать, что «Единая Россия» ничего не делает, ну, наверное, нельзя сказать. Потому что губернатор у нас, он член Высшего Совета партии. У нас парламент Ленинградской области, ну, подавляющее большинство – это фракции «Единой России». Все, что происходит в Ленинградской области, тот бюджет, который выделяется, те программы, которые реализуются, они реализуются под флагами «Единой России». Что касается Ивангорода, ну, вот, подводя итоги выборов, из 15 депутатов только 6 прошли кандидаты от партии «Единой России». Хорошо это, ну, мне, как руководителю партии, ну, наверное, я недоволен тем результатом, потому что все кандидаты, все 15 человек, которые шли под партийными флагами, они прошли предварительное голосование, и жители Ивангорода выразили им поддержку. Ну, значит, где-то в какой-то момент они не доработали, не убедили, или, может быть, ну, поленились что-то сделать. Я сейчас не могу сказать. Ну, вывод какой? Мне кажется, нужно поднимать рейтинг партии, потому что партия – это, в первую очередь, люди, во вторую очередь, это ресурсы, дополнительные возможности привлечения дополнительного финансирования через партийные проекты. Есть хорошие проекты по культуре, есть хорошие проекты по комфортной среде. Это то, что для Ивангорода сейчас очень актуально. Есть проекты, направленные на здоровый образ жизни, очень хорошие проекты «Историческая память», где, если не здесь, так и данные проекты реализуют. Поэтому я думаю, что это временное событие. Те вновь избранные депутаты, которые захотят вступить в ряды партии, безусловно, мы будем только рады, потому что, создав действительно хорошую команду на партийной платформе, на платформе фракции «Единая Россия» в Совете депутатов, мы сможем привлечь дополнительные ресурсы, которых, может быть, не хватает в той или иной сфере. Поэтому я абсолютно спокойно смотрю на результат выборов. Я абсолютно командный человек. Я готов работать с той командой, которая на сегодняшний день получила максимальную поддержку жителей. И для меня это самое главное. А как мы будем это реализовать, я думаю, что это вопрос техники. Под какими флагами? Я думаю, что все у нас получится. У нас прекрасные перспективы, у нас хороший настрой, боевой настрой. И все остальное, нюансы, которые будут возникать в процессе, это все вопрос времени или вопросы, которые будут решаться в рабочем порядке, как говорится. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить всех жителей за то, что они активны, за то, что они выбрали тех депутатов, которые будут в ближайшие пять лет представлять их интересов. Ну а мы, исполнительная власть, администрация Ивангорода, будем всячески помогать, содействовать в том, чтобы наши планы были реализованы на все 100%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!